Тогда скажите мне, какая ваша мечта? Быть прославленным всеми людьми, как Бог этого мира. Вы думаете, что люди будут считать вас Богом этого мира? Они уже делают это. Думают, что угождают Богу, а на самом деле делают то, что хотят. Или угождают тому, что я изобрел. Но не все такие. Есть особенный народ. С ними очень трудно. Продолжай. И каковы ваши стратегии, чтобы добиться этого поклонения? Смотри. Это поклонение не всегда явное. Достаточно, чтобы кто-то немного отдалился от истины. И все. Он автоматически становится моим слугой. Но конкретно как это? У меня есть разный подход к разному типу людей. Для начала мне нужно узнать его слабое место. Одним я даю славу. Власть. Это приносит смерть, нищету и разрушение. Бедным я предлагаю суеверие, развращенность, невежественность. Богатым приношу роскошь, суету. Умные люди искушаются гордостью, доказывая то, что Бог не существует только потому, что они не могут объяснить то, что ограничено наукой. Таким образом поклоняются творению вместо Творца. И зависимости. Спорт, сериалы, игры, работа и наркотики. И, наконец, все становятся слишком занятыми, чтобы искать Божьи вещи. Большинство людей продают себя за малое. За ничто. Как вы все это делаете? Это трудно объяснить. У меня нет доступа к человеческим мыслям. Но я очень много и внимательно наблюдаю. Я могу предвидеть поступки людей, по их действиям, словам, реакциям. Смотри. Никто не крадет случайно. Он проходит один день перед витриной. Смотрит. Комментирует. Интересуется. Тогда я создаю возможности, ситуацию. Некоторые называют это искушением.